Уже по доброй традиции в январе горки становятся студенческим центром Беларуси. Республиканский молодежно-студенческий форум «Молодежь. Надежда и будущее Беларуси» открылся 30 января. Мероприятие, в котором приняли участие более 600 студентов из 44 вузов Беларуси, прошло на базе Белорусской государственной сельхозакадемии. Всех участников форума ожидала насыщенная программа. У ребят не было ни минутки свободного времени. Выставка проектов профориентационной направленности и молодежных инициатив. Республиканские спортивные соревнования по чирлидингу, армрейслингу, волейболу, финал республиканского конкурса «Студент года» – увидеть хотелось все. Год молодежи начался в этом году с проведения такого масштабного мероприятия, как съезд самой крупной молодежной организации страны – Белорусский Республиканский Союз Молодежи. И этот год должен обязательно запомниться молодежи и войти в историю как самой незабываемой и насыщенной проектами. Одним из важнейших направлений в год 70-летия Победы является гражданско-патриотическое, равно как и во все другие годы. Студотрядовское движение – это наш бренд, безусловно, будем развивать и дальше. Волонтерское движение, работа в сети интернет, работа со средствами массовой информации, международное сотрудничество молодежное – это очень интересное и перспективное направление. Ну и, конечно же, поддержка одаренной, талантливой молодежи, талантливых ребят – это также одно из направлений, которое мы будем продолжать развивать, поэтому работы предстоит очень много, интересные работы. В рамках мероприятия национального масштаба особое внимание привлекла выставка проектов молодежных инициатив, где у всех участников была возможность пообщаться с коллегами из других вузов, обменяться опытом и представить свой проект. Студенты Витебского государственного университета имени Машерова представили проект университетского интернет-телевидения. Проекты других вузов были не менее интересными. В этом году мы выставляем наш штаб трудовых дел Павловского государственного университета, рассказываем всем ребятам, как проводится у нас трудовая занятость в летний период. Наш отряд стал лучшим в этом году, получил знамя переходящие от президента, и также у нас очень интересно поставлена работа в интернете. У нас ребята могут, не приходя к нам, заполнить анкету онлайн и отправить ее нам по электронной почте, то есть упрощает работу, и, возможно, ну вот это вот наша, наверное, фишка. Вы заряжаете своей энергией и позитивом просто весь этаж, и даже ребята с нижнего этажа приходят к вам. Это приятно слышать. Мы университет культуры и искусств, центр молодежных проектов, креативных решений, конструктор, строим университет мечты. В университете культуры и искусств обучается невероятное количество талантливых людей, и у нас создан центр, где все эти ребята могут найти воплощение всем своим даже невероятным идеям, будь то флешмоб, либо отправить кого-нибудь на Евровидение, либо заявить, например, поддравить весь мир с Новым Годом. В прошлом году мы делали такой проект, в котором участвовало более 37 стран мира, и это делали, ну, просто студенты. У нас было организовано 5 команд. Это ко-реклама, то есть ребята, которые занимаются рекламой проектов, ко-видео, ребята, которые снимают крутые видео, различные такие штуки, вот всех наших проектов. Ко-координаторы – это ребята, которые все координируют, то есть то, чтобы было все вовремя, чтобы все было необходимо, то есть более такими вот организаторами. Для вопроса у меня также у нас есть КОПАПЕРА. Мы выпускаем нашу студенческую газету, то есть делаем интересные статьи КОПАПЕРА, и у нас есть КОПРОДЮСЕРЫ. У нас в университете есть народные коллективы, и вот ребята их продвигают. Мы представляем проект «Доброе сердце детям». В рамках направления БРСМ я, как руководитель данного направления и проекта, разработала новую акцию, акцию «Проект всегда спаситель на добро». В рамках форума прошла встреча молодежи с министром образования Республики Беларусь Михаилом Журавковым. Все в руках молодежи. На мой взгляд, это очень здорово, когда студенты из различных университетов собираются, рассказывают о своих университетах, знакомятся в конце концов. Так что это надо делать, это только приветствуется. И, на мой взгляд, еще особенно в год молодежи было бы хорошо, если такие форумы сделать так вот каждый месяц в каком-то университете нашей большой красивой страны. В рамках двух дней прошла масса интересных мероприятий, которые охватили все вузы нашей страны. Молодежный форум в Горках стал площадкой для реализации творческих, креативных инициатив студентов. Площадкой для обмена опытом, знакомств и настоящей межвузовской дружбой. Елена Володько, Андрей Кравченко, ТВУ. Елена Володько, 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 ТВУ. Продолжение следует...